мусс али салям пришел к своему народу стауратор библии в ней были законы после мусс али салям то есть новые законы законы новые для бану и сраиль для детей и акуба али салям для его потомство сраиль это одно из имен якобы али салям переводится как абдуллах рапала и после мусс али салям были пророки в бану и сраиль юж 1 сулина его отец зовут и тогда все пророки которые были после мусс али салям они были пророки мусс али салям же был и пророками посланником потому что мусс али салям пришел бану и сраиль с новым законом и как мы до этого говорили религию всех было пророков одна из ислам но законы у всех были разные законы у всех были разные то есть у нас допустим узаконено поститься с фазера до заката солнца нам узаконено совершать пять молитв в день у христиан или живую и уйди и дуна до этого были немножко другие виды поклонений но религию всех было и на убеждению все было одно это ислам барак лофик и пророки значит они приходили с тем законам который подтверждал то чем до них приходил послать и поэтому дауд сулина душа на ну и все кто пророки были после мусс али салям до користи ареста лима не были тем они дураками мусс аж али салям пришел как посланник мусс али салям пришел как посланник и после пророка пришел врачами сына и сали салям уже духе посланник потому что он пришел с новым законом для Бану Исраиль. После Иса, алейсалям, больше чем через пять веков пришел наш пророк Мухаммад, саллаллаку алейхиласалям. И он уже не был послан к определенному народу, в отличие от пророков до него. Мухаммад, саллаллаку алейхиласалям, был послан ко всем народам до судного дня. Как сказал Всевышний Аллах, саллаллаку алейкум джами'а. О, скажи, о, люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Также Всевышний Аллах, саллаллаку алейхиласалям, амар саллаллаку алейхиласалям, мы послали тебя только как милость для миров. Значит, путем всех пророков был призыв к Всевышнему Аллаху, саллаллаку алейхиласалям. И тот, кто говорит, что пророк, это тот, кто не обязан призывам, ошибается. То есть некоторые люди говорят, посланник, это тот, кого Аллах обязал призывать, а пророк тот, кого не обязал. Этот человек ошибается. Как можно заявлять о том, что пророк не обязан призывать, если призывом обязаны даже ученые после пророков, которые являются наследниками пророков. Как сказал Всевышний Аллах, саллаллаку алейхиласаллаку, вот Аллах взял завет тех, кому было даровано Писание вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его также Всевышний Аллах говорит и почему же раввины и первосвященники, то есть ученые не удерживают их от греховных речей и пожираний запретного воистине скверно то, что они творят то есть если Всевышний Аллах обязал ученых призывом до пророков тем более значит все пророки и все посланники призывали они призывали с мудростью добрым увещеванием вели спор со своим народом наилучшим образом все они шли по этому пути все выполняли эту миссию посланники приходили с новыми законами или же дополнением или же облегчением или же отменой чего-то как сказал Всевышний Аллах для каждого из вас то есть пророков мы сделали установили закон и путь и то что еще раз еще раз хочется подчеркнуть то что все пророки без исключения занимались призывом все они без исключения шли этим путем и думаю никто спорить не будет затем мы скажем что некоторые из этих пророков которых послала Аллах и Наталья и же посланников только некоторые из них подняли меч то есть все они занимались чем? призывом но некоторые из них подняли меч значит то что их объединяет это призыв и только некоторые из них подняли оружие здесь надо остановиться и подумать что же на самом деле является путем приводящим в рай о котором надо знать тому кто следует по этому пути некоторые люди думают что призыв к Аллаху противоречит поднятию оружия другие думают что поднятие оружия противоречит призыву к Аллаху третий же думает что это вообще два разных пути мы им скажем нет вы неправильно понимаете религию Аллаху и Наталья во-первых религия Ислам учит нас тому что меч поднимает только тот кто владеет им меч поднимает только тот кто может мало того что он владеет также он должен уметь владеть им то есть он должен быть хозяином у него должен быть этот меч во-вторых он должен уметь пользоваться им и поэтому когда некоторые пророки и посланники нашли поддержку со стороны тех кто их окружал нашли тех кто обладает силой они подняли меч для чего? для охраны призыва для охраны призыва обратите внимание на слово охрана призыва охрана призыва поэтому меч это причина баракалуфикума не цель поднятие оружия является всего лишь причиной но ни в коем случае не целью и мы с вами уже не раз говорили что самое страшное когда человек в религии Аллаха Субхан подняли путы между целью и средствами призыв это путь который нуждается в защите меча и поэтому мы сказали что только некоторые пророки подняли меч и то только те кто владел им и те кто умел им пользоваться и те кто нашел поддержку и все это было на государственном уровне а не на уровне отдельных конкретных лиц и однако все они без исключения занимались призывом и поэтому баракалуфикуму общеизвестно что тот кто не имеет что-то не может дать этому это другому то есть если ты чем-то владеешь то чем ты не владеешь другому дать ты не можешь и поэтому те люди которые в наше время ищут где бы и как использовать силу не владея этой силой эти люди не знают пути пророка салаллаху алейхиосалям мы видим в наше время некоторые люди нападают на танки камнями и рогатками вы знаете какого-нибудь пророка который воевал бы камнями и рогатками или вы слышали о каком-нибудь пророке и посланнике который взял рогатку и вышел против меча нет таких пророков не было не было пророка который не владеет силам оружием помощниками которым можно было бы напугать врага выступил бы навстречу врагу такого братья в истории никогда не было и об этом знает тот кто изучает Куран об этом знает тот кто изучает сунну пророка салаллаху алейхиосалям а не тот кто черпает свою информацию о религии Аллаху субхану алейхиосалям из средств массовой информации пророки как мы уже говорили все без исключения занимались призывом что касается меча то его подняли только некоторые пророки которые нашли поддержку те пророки у кого была сила на государственном уровне и даже некоторые из тех пророков которые подняли меч не использовали его значит все пророки занимались призывом только некоторые из них подняли меч и даже из тех кто поднял меч не все пользовались этим еще они его подняли только для угрозы ну не использовали его как об этом нам рассказал всевышний аллах фанатали из истории сулина на них саля сулина на лист оля бакалуфикум сын дауда один из бароков один из пророков она и строили сулимана ли салям это был тем человеком которым всевышний аллах подчинил людей и джинов и животных и никому не было никогда дано такой власти как она была дана сулимана алиссалям всевышний аллах фанатали рассказывает нам говорят говорит колярубе фирли вагабли мулькан для янбрили ахали мимбази и на кантальваха то есть он нам рассказал о том что сулимана ли салям возвал всевышнему аллаху господи прости меня и дару мне такую власть который не будет полагаться никому после меня боистину ты дарующий аллах фанатали дал ему эту власть аллах дал ему такую власть который сегодняшний день человек даже во сне об этой власти не может даже вас не убить подобную вас смотрите то есть когда мы будем говорить о сулимане ли салям нам надо понять что не надо нам обольщаться как мы говорим продвижением техники электроники так далее если мы сейчас когда начнем разбирать исходя из курана то чем владел сулиман и сравним то на чем мы нам будет просто напросто смешно в каком мы положить наше время допустим строить самолет огромный бой который поднимает на борту допустим 500 человек и говорят что он пролетает столько-то тысяч километров с одной заправкой и не обычные говорим маша аллах как далеко пошло человечество и тогда и тому подобное однако есть один маленький момент если подует ветер и будет нелетная погода этот бой посадят по аэропорту прайм и скажут будем ждать пока ветер не остановится а сулимана ли салям всевышний аллах спанта ли подчинил ему тот ветер который в наше время останавливает наши бой всевышний аллах спанта лигет фаса хорна лягу ли хата жриби амрии рука и фаса тогда мы починили ему ветер который нежно дул по его видению куда бы он не пожелал солима скажет ветру дуй на восток ветер идет на восток солима где трудой на запад ветер дует на запад или другой пример в наше время мы обочили интернет кто-то из нас говорит я сегодня сидел в интернете с другом со своим и разговаривал а этот друг у меня находится в америке и мы с ним вот так общались и друг друга видели по экрану и так далее мы говорим во первых твои общения иногда у тебя свет выключать и не можешь и пользоваться и даже если свет есть иногда связь пропадает и даже если связь не пропадает и своего друга то видишь что не видишь то завершает ему картинка то появляется и тогда у сулема на листалям было лучше чем интернет сулема на листалям если ты в наше время общаешься со своим другом который находится в америке по интернету и его как говорится то есть передачи его фотографии вот как-то видео доходит в течение нескольких секунд или минут сулема на листалям мог доставить твоего друга мгновение ок ему не было на день не было у него нужды общаться по интернету он мог просто доставить сюда еще без проблем как об этом сказал всевышний аллах спанаталь однажды сулема на листалям обратился к своим воинов сказал я югой малюху мадоу ай юхум я тени ярших афавлян я туни мусульмин каляй фриду на джинне анатийка бидо по глянта куманин на память войне али или полы на ней то есть когда сулема 0 и салям рассказали о еминской царице царицы царицы сада что не огромный огромный трон украшение драгоценностями большой огромного он сказал узнать кто из вас принесет на ее трон до того как я до того как они предстанут передо мной мусульманами и силачи джинов сказал я принесу его прежде чем ты встанешь со своего места то есть ты не успеешь так трон уже будет на месте я достаточно силен и заслуживаю доверие для этого то есть если он мог принести огромный трон до того как сулема ставить с места что ему сказать о том что он друга твоего 70 килограммового из америки приведет мало это всевышний аллах фанта ли продолжил говорит поле дозе не доволен у меня архитах там был другой еще и свой сулейман этот кто обладал знанием из питания сказал сулеман она атика беде по блин яртат дейляй катарфук я принесу его тебе мгновение об если этот джин принесет до того как ты станешь то есть чуть меньше секунды ты не успеешь моргнуть рон будет здесь так что видишься не связь интернета или то что было у сулема на лица поэтому не надо обращаться тем что мы видим сегодня вокруг нас царство сулеманы было много величественнее более цивилизований или же другие примеры если в наше время такая фирма который выпускает краски который может вам дать гарантию соль нет на земле такой фирмы нет а если в наше время вы зайдете в пирамиды увидите краска который наложено три тысячи пять тысяч лет назад как будто и и вчера наложить или когда найдут жену фараона находит на ней макияж какая-то в наше время передавая танцурская фирма не было есть такой макияж который тебе дают гарантию на два дня а жену фараона находит на ней макияж который пять тысяч лет назад наложен как будто вчера на нее макияж или же строится такие здания опять же также пирамидах наше время люди несмотря на технику на ту чему не владею не могут ничего подобных дел поэтому пара куфику не обращайтесь тем что вокруг нас это никак нам не поможет перейти большим аллахом субхана алтали и тот почитает куран и знает что всевышний аллах рассказал о пророках и посланникам он должен знать что то что знает человек все это заходит слова всевышнего аллаха сова натали водаМин детун и обещаю не дней или маша я не постигает его знания только то я и постигать из его знания то есть и знание всевышнего mantener только то что он пожелает это что желает всеевышнего вас по натали то что желаете бы себя воспитали не выходит за рамки какого я на аятах где в сегодняшницах говорит вам аутит у меня или или и даровано вам и знание только немного и как пришло это в истории фидера и мусс алиссалям когда они плыли на корабле этот хазис привел на бухари они были на корабле и прилетела маленькая птичка и клюнула водичку и полетел и хидер сказал мусс алиссалям те знания который дал мне аллах ахидер алиссалям был пророком и те знания которые дал тебе аллах а мы знаем что пророков огромные знания в знании аллаха субханна то ли меньше чем та капля воды которую взяла эта птичка из этого моря поэтому не надо обращаться тем что мы видим сегодня вокруг нас и думать что мы что-то можем или что мы властны над всем это не так всевышний аллах санатар говорит хатты за ахаза тиль арду зухрафа ваззаянат вазанна аглюха аннаху мказируна алейха атаха амруна лейлен аунахаром фаджа альнах асидан калям тавна биланс когда же земля покрывается убранством и приукрашается и ее жители не полагают обратить мастер ищу аллах полагают предполагают что они властны над ней от этой землей наше повеление постигать его ночью или днем и мы превращаем ее то есть эту землю в жневе словно еще вчера она не изобиловала поэтому все в руках всевышнего аллах санатарь аллах дает что хочет аллах забирает что хочет вернемся к истории сульманы одним словом хотелось указать на то что сулейман алейсалям обладал огромной властью аллах спана поверстал в ахушер или сулеймана джунуды мина джинни вальдинси ваттай рифагум юза он и собраны были в сулейману его войско джинов людей и птиц и они распределяли что значит юза он распределялись как говорят ученые до того огромное войско было что иногда они как бы растягивать их останавливают говорит соберитесь соберитесь чтобы первые не ушли до совсем далеко последние не отставали постоянные собирали почему потому что войско его было огромное и сулема алейсалям поднял меч против царицы собак но ему не пришлось его использовать почему потому что поднятие меча у сулеман алейсалям как и у всех других пророков не являлась целью а целью сулеман алейсалям был призыв а поднятие меча только для защиты призыва поэтому сулеман алейсалям сначала посылает ней письмо в котором говорилось как рассказал всевышний аллах спанатали иннагу мин сулейман ва иннагу бисмилляхи ррахмани ррахим аль-ля-та'алю алей-иллаху не мусульмин она то есть это письмо от сулемана и в нем сказано бисмилляхи ррахмани рахим во имя Аллаха и милости его милосердного не превозноситесь передо мной и явитесь ко мне мусульманами она послала пророку сулеману алейсалям то есть это царица подарки она сказала ва инни мурсилят он иллайгим бигадиятин фанавы ватун бима яржаун мурсалюм я пошлю им дары и посмотрю с чем вернутся наши послы когда подарки дошли до сулемана фалер маджа сулеману поле помиду на небе молитвом от они аллаху хайру мима таком баль антон бига диетику за прохон и когда эти подарки прибыли к сулеману он сказал неужели вы можете помочь мне богатство то что даровал мне аллах лучше того что он даровал вам нет это вы радуетесь преподнесенным вам даром дальше сулеман алейсалям сказал посланнику и риджи алейхим фаляна тиянна гумбичу нудин ля кибаля лагумбига валянух риджанна гумминха а виллятан вагум сагирун то есть когда он призывал их к исламу эту царицу призвал к исламу она отказалась от исламу но послала ему подарки тогда сулеман алисалям сказал посланнику возвращайся к ним и мы обязательно прибудем с войском перед которым они не устоят и изгоним их оттуда униженными и ничтожными пошел ли сулеман алисалям действительно с этим войском воевал ли он с этой царицы нет все что он сделал это то что поднял оружие который всевышний аллах подчинил ему для поддержки единобожия для поддержки призыва это и является позиция пророков и посланник призыв у них было снова и барак лауфику меч только в том случае если они владели этим мечом владели силой имели поддержку на государственном уровне и была нужда в поднятии этого меча если же нужды не было тогда меч не поднимался а не так как заявляют некоторые люди по своему невежеству слышу наши глаза гайта что же тогда делать со словами всевышнего вас фонталь ванку для губа и будем на ума садов мику и приготовьте для не сколько можете силы во первых мы скажем всевышний аллах лауна садов мику и приготовьте для не сколько можете силы а не сказал приготовьте для не сколько можете слабости потом под силой понимается не любая сила кто-то думает что камни рогатки являются силы нет камни рогатка барак лауфику не является силой что могут сделать как камни и рогатки против танков самолетов ракет разве камни является силой некоторые говорят но может быть камень не является силой но аллаху алях уличаем покинул от на всякой вещи мощи аллах может одним камнем уничтожить один там мы ему скажем субханала неужели ты думаешь что ты лучше пророков и посланников или смелее сильней верам чем посланники верой и чем посланники аллаха салаллаху алейхи ассальм пророки и посланники сильнее нас верой и И никогда не делали ничего подобного. И так же в уповании они были намного сильнее, но они никогда не делали ничего подобного. И поэтому любой, кто идет по этому пути, по которому не шли пророки, думая, что он прав, он глубоко ошибается. Кто из пророков воевал камнями и рогаткой? Кто из них готовил камни против мечей? Это никак не является силой. И не является тем, что может напугать врага и даже наоборот. Враг начнет смеяться и добавит это ему высокомерие над тобой. Всевышний Аллах говорит в Коране ваидду лягу мастотаату минкувати ваамирлибатил кайли тургибу набхи адува Аллахи ваадуваку. И приготовьте для них сколько можете силы. Какая сила Всевышний Аллах? Поясняет, говорит, отряды конниц. Отряды конницы во время пророка, салаллаху алейхи и усалям, это как эскадрилье самолета. Потому что конница это было наисильнейшим средством передвижения во времена пророка, салаллаху алейхи и усалям. Что в наше время является наисильнейшим средством передвижения. И поэтому, когда пророк, салаллаху алейхи и усалям, толкует от аят однажды на одной из своих проповедей, салаллаху алейхи и усалям, поистине сила это умение стрелять, поистине сила это умение стрелять, поэтому сила это умение стрелять, шейх Мухаммад ибнус алейхи и усалям говорит, если во время пророка, салаллаху алейхи и усалям, силой было умение стрелять из лука и скопья, то в наше время сила является умение стрелять из баллистических ракет. в соответствии с хадисом пророка, саллаллаху алейхи ассалям. Поэтому смысл в силе также заключается, как Всевышний Аллах Субан Аталя сказал, «Тургибу набеги аду в Аллах его аду ваку, ими вы устрашите врага Аллаха и вашего врага». И поэтому сила должна быть именно той силой, о которой сказал Всевышний Аллах Субан Аталя, не камнем и не рогаткой. Как описал Всевышний Аллах Субан Аталя сказал в отряды конницы, так как это было самым лучшим видом оружия. Также в отношении количества Всевышний Аллах Субан Аталя нас обязал тем, что если наше число меньше, числа врага меньше, чем в два раза, тогда нам нельзя воевать с врагом. Минимум два к одному. То есть если у них тысячи воинов, у нас должно быть минимум пятьсот. Если у них тысячи самолетов, у нас таких же самолетов должно быть менее пятьсот. Если у них тысячи танков, у нас таких же танков должно быть менее пятьсот. Если меньше, то нам нельзя воевать. То нам нельзя воевать. Всевышний Аллах Субан Аталя говорит, Субан Аталя говорит, Всевышний Аллах говорит пророку, то есть насчет числа. О, пророк, побуждай верующих к сражению. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они победят две сотни. Значит, а сначала было один к десяти. А если будет среди вас сотня, то они победят тысячу тех, которые не веруют за то, что они народ, не понимающий нынче. Дальше говорит Севышний Аллах. Аллах облегчил вам. Он знает, что у вас есть слабость. Кому обращается Севышний Аллах? К самым смелым созданиям после пророков, а это подвижники пророка, салаллаху али и салям. Говорит, он знает, что у вас есть слабость. И если будет среди вас сотня терпеливых, то они победят двести. Значит, сначала было один к десяти, потом Севышний Аллах сказал, знает Севышний Аллах, что у вас у сподвижников есть слабость. И облегчил им, сказав, что если среди вас будет сотня, то они победят двести. А если среди вас будет тысяча, то они победят две тысячи с дозволения Аллаха, ведь Аллах стерпеливыми. Это обращение к сподвижникам, тем, кто сильнее нас верой, смелее нас. Всевышний Аллах показывает в этих аятах, что это быт строится на причинах. Поэтому брать причины является обязательным. Аллах действительно может все. Он мог помочь всем пророкам без причин. Однако порядок Аллаха в этом пути заключается в том, что должны быть причины. В том, что должны быть причины. Ты должен брать причины. Знать в то же время, что Аллах управляет причинами, и что результат в Его руках. И поэтому, когда мы берем причины, мы их берем не из-за того, что они сами по себе что-то делают, мы их берем, выполняя обязанность, которую нас обязал Всевышний Аллах, а это брать причины. Мы должны понять, Бараклуфикум, что оружие в религии Аллаха не является целью само по себе. Пророки не были посланы для пролития крови. И не были посланы для того, чтобы кого-то лишить имущества. И пророки не были посланы ради того, чтобы лишить кого-то чести. Они были посланы с религией. Они были посланы для того, чтобы сохранить пять вещей. Религию. Раз. Жизнь. Два. Разум. Три. Честь. Четыре. И имущество. Пять. Пророки были посланы не для того, чтобы уничтожить этих пять вещей. Пророки были посланы для того, чтобы сохранить эти пять вещей. И поэтому, если в нашей религии происходит что-то из того, что кажется тем, что противоречит вышесказанному, то это из ограниченного понимания. Допустим, если в нашей религии иногда допускается пролитие чьей-то крови, то это только из-за того, чтобы сохранить жизнь большинства. И для вас в возмездии жизни, у обладающей верующим, у обладающей разумом, может быть, вы будете богобояден. И поэтому, когда шариат нам узаконил за убийство человека, мщение, то есть возмездие, и это делается в определенных условиях, после того, как выносит постановление сутья, все это делается, Баракулуфикум, на уровне правительства, то есть они каждый лично, кто-то кого-то убил, тот пошел в сеть. Так в исламе и делается. И если мы даже видим, что в исламе иногда позволяется чью-то кровь пролить, то это не ради пролития крови, а ради сохранения других жизней. Потому что люди, когда видят, что проливается чья-то кровь за кровь, будут бояться потом убивать. Возмездие, в котором существует лишение каких-то органов, точно так же все это существует ради сохранения других частей тела. И так же чья-то. Основой, как мы будем говорить, пролития человеческой крови, какой бы религию он ни принадлежил, является запретным. Однако, когда поднимается меч для победы религии, и кто-то встает между тем, кто призывает, и теми, кто призывает, мы сначала говорим с ним спокойно, призываем, предлагаем. И если его положение дойдет до того, что он будет подобно гангрене, то мы отрезаем ее, чтобы призыв дошел до того, кто стоит за ним. Как это было у Сулеймана, алей-салям? Сулейман, алей-салям, это на приказы Ислам, сначала обращается к кому? К самому главному в Йеменском правительстве, а это царица Саба. Сначала обращается к ней с призывом. Потому что он знает, что если Саба не позволит, то призыв Сулеймана не дойдет до жителей Йемена. И поэтому сначала он призывает ее, и если она отказывается, и упорствует, и говорит, мы вас не запустим, он говорит, мы вас не будем трогать, позвольте нам донести призыв до ваших жителей. Если нет, и не позволим донести до наших жителей, только тогда, как говорят ученые Баракулфикум, это подобно гангрене на человеческом теле. Если у человека гниет нога, ее не отрежут, все тело с нее умрет. Поэтому иногда приходится отрезать ногу. Ради того, чтобы отрезать ногу, или ради того, чтобы сохранить все остальное тело. Вот это Баракулфикум и есть понятие джигада в исламе. А не так, как многие люди думают. Многие люди в наше время думают, что если я мусульманин, а другой неверующий, это его учить. Если он неверующий, все хочет, он не хочет, его надо убить, его надо уничтожить, он недостоин жить на этой земле. Это неправильное понимание. И ислам не причастен к этому. Это противоречит тому, на что указывает Куран и Сунна пророка Салава Ахвалийсу Салям. И поэтому, как мы сказали, когда поднимается меч для победы религии, и кто-то встает между тем, кто призывает, и теми, кого призывают, мы сначала говорим спокойно. Призываю, предлагаю. Или если его положение дойдет, и только тогда, когда его положение дойдет до того, что он будет гамгренней, только тогда мы отрезаем ее, чтобы призыв дошел до того, кто стоит за ним. Тоже, если народ какой-то не соглашается принимать ислам, ислам тоже, у нас, смотрите, несколько, во-первых, предлагаем ислам. Когда мы предлагаем ислам, еще раз напоминаю, это не каждый отдельно, а это делается на государственном уровне, когда существует государство. В этом государстве есть главный. У него есть Министерство обороны. Министерство обороны подчиняется армии. И когда это государство, как было во время Павла Псаласа, предлагает соседним государству принять ислам. Предлагает соседним государству принять ислам. Если тебе откажутся, тогда, говорит, мы будем следить за порядком, но вы платите джизи. И кто-то говорит в наше время, зачем за эту джизию говорить, не надо про эту джизию говорить и так далее. Как не надо про эту джизию говорить? Это джизи из ислама. А как мы сказали, еще раз напоминаю, мы будем напоминать, все это делается на государственном уровне. Что такое джизи? Джизи абаан кулафикун, это когда какое-то государство, которое находится под властью мусульман, платит какой-то налог. Если эти государства христиане. Мусульмане у нас платят что в государство ? Закят. Христиане же платят джизи. И это то, что мы каждый день практически видим, сегодня сталкиваемся, практически в каждом государстве, без исключения, есть налогообложение. Плотят же в любом государстве налогое. И никто это не считает зазорным, и никто это не обсуждает. Таким же образом у нас в исламе, баракулуфикум, мусульмане платят заката, христиане платят джизия, поэтому ничего в этом страшного нет, баракулуфикум, и об этом можно говорить и рассказывать людям о том, что из себя представляет религия ислам, баракулуфикум. Но если какой-то человек упорствует и говорит «нет, и на этом мы не согласны, и не позволим вам донести до наших жителей давы», только в таком случае поднимается меч. И меч не поднимается в религии Аллаху из-за того, чтобы просто пролить чью-то кровь. Меч не поднимается в религии Аллаху из-за того, чтобы убивать невинных. Поэтому пророк, салаллаху, алейки и ассалям запретил убивать женщин, детей, стариков, так как эти люди не умеют воевать, так как они ни в коем случае не мешают призыву, так как они не поднимают оружие. А тот, кто убивает их, религия ислам не причастна к нему. Каким бы он себя мусульманином не называл, под какими бы он лозунгами это не говорил, джигат на пути Аллаха и так далее, если кто-то убивает невинных людей, гражданских лиц, религия ислам не причастна к этому человеку. Это не называется джигатом в религии Аллаху. Если кто-то скажет, но неверующий же убивает наших детей, наших жён, наших стариков, поэтому мы тоже будем убивать их детей. Мы им скажем, что если неверующий ослушается Всевышнего Аллаха и так далее, мы не имеем права ослушаться Всевышнего Аллаха и так далее. Если какой-то неверующий не дай Аллах сделать прелюбодеяние с мусульманкой, разве мы, мусульмане, имеем право в отместку делать прелюбодеяние с неверующей женщиной? Мы имеем права или нет? Нет, не имеем. И таким же образом, какая разница между убийством и прелюбодеянием? Наша религия не позволяет нам прелюбодействовать с женщиной. Почему? Потому что прелюбодеяние само по себе является грехом. Так же, как и убийство является само по себе грехом. Так же, как и воровство и другие грехи, которые являются сами по себе грехами. И это не заходит в аят, в котором Всевышний Аллах спонтарьет. И тот, кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Этот аят надо понимать правильно. У нас бароковый фикум.